И те стихи, те главные стихи, которые лишь начинают слиться. Впервые после ареста Михаил Ефремов снова на сцене. За решеткой известный сиделец продолжил актерскую карьеру и даже сам сел в режиссерское кресло. В своей картине «Переоценка ценностей» Ефремов рассказал о буднях арестантов в колонии, где он отбывает срок за смертельное ДТП. Премьера состоялась на кинофестивале для заключенных в Челябинске. Наверное, не было каких-то удивительных ходов, ничего из того, что мы там видели, нас сильно не впечатлило, не потрясло. Но это были такие простые живые истории о том, как люди оказались за решеткой и что они проживают. Конкурентами «Звездного арестанта» стали осужденные из 56 регионов. Игорь из Копейской колонии по тюремным меркам уже селебрити. В прошлом году его короткометражка завоевала первое место. На зону режиссер попал за продажу запрещенных веществ. По ту сторону забора многое переосмыслил. Идея нового фильма – показать, что оступиться может каждый. Важно лишь желание начать жизнь с чистого листа. Главная идея фильма в том, что люди по ту сторону забора тоже люди. И что можно ошибиться, но встать и продолжать идти дальше. Фестиваль «Надежда» проходит в Челябинске уже в девятый раз. В этом году проект поддержали коллеги Ефремова. Народные артисты Дмитрий Харатьян и Сергей Гармаш, а также актер Ян Цапник. На суд жюри прислали больше ста фильмов из-за колючей проволоки. По сложности киноприемов некоторые работы могут соперничать даже с полнометражными лентами. Но главным критерием отбора был посыл, который авторы пытались передать зрителю. Те человеческие судьбы и умение раскрыть человека перед камерой, заглянуть, может быть, дать возможность заглянуть в какие-то наши глубины. Гран-при фестиваля завоевал документальный фильм заключенных из Свердловской колонии. Короткометражка Ефремова в шорт-лист фестиваля не попала. Но жюри все же решили присудить артисту спецприз за режиссуру. Вряд ли тюремный Оскар поможет ему вернуться обратно на актерский Олимп. Зато отметка о кинонаграде однозначно зачтется при подаче документов на УДО.